приветствую вас дорогие друзья у меня на канале сегодня вместе будем печь очень вкусное пирожное либо торт белочка итак начнем готовить здесь в миске где будем собирать тесто уже находится 5 яиц комнатной температуры их я должна взбить до бела вместе с сахаром хорошо когда готовим бисквитное тесто а это есть бисквитное тесто всегда все ингредиенты нужно взять комнатной температуры сюда же добавляю масло либо можно взять маргарин и взбиваю еще раз здесь у меня сметана я добавляю соду вот такой без горки с незначительной горкой то есть перемешиваю и отправляю в миску сюда же добавляю ванилин и и добавляю муку сначала первую порцию потом перемешиваем слегка и нам осталось добавить вторую часть муки и посмотрите какое тесто в результате мы имеем вот такое спадает с ложки туго и смазывающийся хорошо кладу тесто в сторону на несколько минут пусть сода будет в действии мы тем временем измельчим орешки которые я обжарила на сухой сковородке здесь у меня один стакан в нем фундук и грецкий орех добавляю в чашу блендера невероятный запах идет от этих орешков которые я измельчила а в тесто я добавляю 2 столовые ложки с горкой остальное кладу в сторону сюда же в тесто добавлю изюм у меня черный его нужно измельчить потому что крупный но очень вкусный если не любите изюм можете смело пропустить хорошо перемешали все ингредиенты теперь нам нужно распространить это тесто на противень вы знаете что у меня духовка большая противень я взяла один а вы возьмете два противня и будете выпекать лист за листом они сразу то есть возьмете два противня 3 по 30 сантиметров хорошо теперь я выпекаю все одним коржом распределив тесто естественно на кальку калька жирная качественная поэтому ее смазывать лишний раз маслом не нужно и теперь вот этот вот неиспеченный шикарный корж отправляем в заранее разогретую духовку под 180 градусов на средний уровень дефекации до сухой шпажки и после этого продолжаем и нам нужно приготовить крем для наших пирожных здесь у меня вареная сгущенка 1 банка и масло комнатной температуры нам нужно сначала взбить масло хорошо минутки две и после этого добавлять сгущенку и ванилин вот такой вот масло воздушное белое стало теперь в три приема добавляю сюда вареную сгущенку а и Посмотрите, какой корж в результате у нас получился. Мои хорошие. И теперь вот эти вот края ровно обрежу и добавлю в чашу блендера. Буду измельчать, а вы можете измельчить скалкой, если нет под рукой блендера. Превращаю в крошку и соединяю с орешками. Это будет наша обсыпка. Вот такую вот обсыпку мы приготовили. Очень запашистую и вкусную. А теперь, как я уже сказала выше, я буду готовить пирожное, а не торт. По этому поводу буду разрезать на порционные кусочки. Можете сделать круглые, а можете сделать вот такие вот, как я. Корж, кстати говоря, у меня остыл. Сейчас покажу, какой он внутри. Хрупкий, кстати. Будете осторожно работать. Вот такие. И теперь собираем пирожное. Посмотрите, какой крем хороший. Он не течет. Будет сохранять свою форму и очень вкусно. Я пекла одним коржом, где-то чуть выше, чуть ниже. Это нормально, допустимо. Можете отрегулировать вот так, как-то переставляя так, чтобы вот так. Смотрите, хорошо. А какой изюм вкусный внутри и очень-очень сочетается с этими коржами изюм. Теперь просваиваем. Вот так. Крем. Сверху корж. Да. И бока пирожных тоже нужно смазать. Крема хватит, так что обильно нужно смазать, чтобы было вкусно. Крема хватит. Приготовили мы с вами вот такое вот замечательное пирожное. Обязательно готовьте, пробуйте и пишите в комментариях, понравился вам рецепт, мои хорошие, или нет. Думаю, что должно всем понравиться, потому что ингредиенты очень вкусные здесь. Их посмотрите в разрезе. Хочу сказать, что собирала буквально сейчас и показываю вам. Сейчас еще для вас попробую. Прямо посмотрите. Мягкий. Думаю, что вкуснее, конечно, будет завтра. Крема на такое количество предостаточно. Единственное, что нужно подождать, чтобы торт пропитался. Очень вкусно. Изюм мне очень нравится. Если, конечно, дети ваши, как и мои, не любят изюм, можете не употреблять в рецепте. Но советую. Единственное, что нужно просто подождать, чтобы тортик пропитался. Вы спрашиваете, как я храню тортики. Убираю в контейнер, закрываю крышечкой, оставляю на ночь, если вечером готова, пропитаться. И после этого на утро уже убираю в холодильник. Вот так получается. Очень-очень хорошо. Сейчас, конечно же, я для съемок прямо пробую. Вы видите, что есть место торту пропитаться пирожному. Так что вот так вот, мои хорошие. Если хотите, еще подписывайтесь на мой армяноязычный кулинарный канал, где мы с вами будем готовить еще море всего-всего. До новых очень-очень вкусных встреч. Ну, прям очень орешковый такой вкус и запах. Замечательно. Субтитры сделал DimaTorzok